всем привет сейчас хочу показать свою растяжку после тренировки на все тело сначала я вытягиваюсь вверх чтобы выпрямить позвоночник максимально и растягиваю трицепсы я поскольку подтягивалась сегодня на тренировке очень хочется растянуть руки и спины сначала одну руку потом вторую руку такое движение позволяет очень хорошо растянуть трицепс зону подмышки и добавить эластичности этим мышцам дальше тянем ручку в бок так растягивается у нас плечо и вторую руку в другую сторону вот это движение мне очень нравится поскольку позволяет растянуть руки со всех сторон замочек по моему так он в школе назывался и если плюс получается ко всему прочему наклониться еще вперед растяжка получается максимальный в другую сторону в другую сторону у меня растяжка хуже замочек получается не очень плотный но тем не менее стремимся сделать его и снова наклоняюсь вперед чтобы растянуть максимально все доступные мышцы дальше вытягиваю поясницу просто стекая вперед тут растягивается задняя поверхность бедра поясница если сложно можно согнуть коленочки чтобы растягивать именно поясницу дальше я растягиваю ноги просто выпадом вперед и небольшими качающимися движениями растягиваю мышцы ног паховую область если вот таким образом как я делаю на видео поставить ногу с мыска на пятку полностью прижав к ее к полу растягиваются разные мышцы внутренняя поверхность бедра задняя сейчас разверну коврик чтобы вам было лучше видно что именно я делаю на мысочки либо поставить ногу полностью таким образом растягивается внутренняя поверхность бедра и попа и финальная ставлю ногу ступню на пяточку так растягивается больше всего задняя поверхность бедра и все то же самое делаю в другую сторону на мысочки переходим на ровную ногу и на пяточку если не получается сесть глубоко садимся настолько насколько позволяет растяжка и делаем перекатики с одной стороны на другую если сложно помогаем себе руками сейчас еще раз поправлю коврик и зону видимости в камеры чтобы мне было удобно делать растяжку и вам было получше видно дальше я растягиваю мышцы ног выпадом и ставя ногу на внешнюю поверхность на внешнее ребро стараюсь опустить ногу если больно можно подтянуть немножечко пятку к паху и стараемся опустить ногу можно опустить коленочку это очень хорошо растягивает ягодичную мышцу финально нужно опустить ногу на коленку если не получается для этого нужно прям хорошая растянутая задняя поверхность бедра то можно пятку подтянуть прям под паховую зону я себе придерживаю руками ногу чтобы она не съезжала потому что мышцы недостаточно эластичные и частенько нога съезжает к паху наклон позволяет мне лучше лучше растянуть ягодичную мышцу дальше сгибаем при возможности заднюю ногу можно с наружной стороны и и захватить пальчики рукой либо со внешней как вам удобнее если сложно в такой позе как я делаю можно сесть на ягодицу на левую и растягивать мышцы передней поверхности задней ноги это поза кажется называется поза голубя в йоге очень хорошо позволяет растянуть мышцы ягодицы заднюю поверхность бедра и переднюю поверхность бедра задней ноги меняем ногу в переходных позициях я всегда стараюсь делать собаку мордой вниз чтобы растянуть еще мышцы спины меняю ногу и снова ставлю переднюю ногу на ребро и стараюсь уложить коленку на пол мягкими покачивающимися движениями кладу заднюю коленку на пол и стараюсь опустить коленку передней ноги тоже на пол идеально если угол передней ноги будет составлять 90 градусов но это нужно супер растяжка которые у меня пока еще нет но я к этому стремлюсь если сложно покачиваться то можно просто медленно зависающими движениями стараться опустить коленку передней ноги на пол коленка опустилась на какое-то на какое-то возможное расстояние к полу и придерживая руками ногу я стараюсь дальше растягивать заднюю поверхность бедра передней ноги укладываюсь вперед чтобы еще лучше растянуть ее и зависаю в этом положении на какое-то время дальше подтягиваю снова заднюю ногу к себе и растягиваю переднюю поверхность уже левой ноги переднюю поверхность бедра левой ноги тоже остаюсь остаюсь на какое-то время в этом положении стараясь максимально растянуть мышцы опять же повторюсь если сложно в таком положении сидеть то можно завалиться на правую ягодицу так будет легче и если сложно держать переднюю переднюю ногу с углом 90 градусов то можно подогнуть коленку к паху дальше сажусь на попу руками поправляю ягодицы и растягиваю спину и поясницу просто складываясь стараясь подтянуть живот животными на мне грудь тут важно не согнуться в кругляшок а именно стараться животом тянуться к коленкам вытягивая таким образом поясницу и задняя поверхность бедра хорошо тянется и также игры сгибаю правую ногу к паху и опять тянуть таким образом мы растягиваем очень хорошо мышцы ног мышцы спины у меня еще слабая поясница и я чувствую как мышцы поясницы тоже очень хорошо вытягиваются если проблем с поясницей нет то скорее всего вы не почувствуете никакого вытяжения в пояснице опять же все движения обязательно нужно делать плавно чтобы не травмироваться дальше выгибаю ногу в обратную сторону и снова тянусь тут растягиваются паховые мышцы мышцы задней поверхности бедра икра и передняя поверхность бедра если нога сгибается потому что эластичности мышц не хватает можно продержать как я рукой вытягиваюсь назад так у меня растягивается плюс еще боковые мышцы кора и меняю ножку сгибаю левую правая прямая и тянемся вперед тут растягиваем уже вторую ногу все упражнения на растяжку позволяют добавить эластичности мышцам не потерять выработку коллагена который позволяет коже сохранять красивый ровный вид а мышцы делает эластичными и позволяет им создавать красивый рельеф красивый внешний вид выгибаю ногу назад и растягиваю левый бок потянувшись противоположной рукой к передней ноге выворачиваюсь назад и делаю вот такое движение когда через бок как бы тянусь передней ноге так растягивается боковая поверхность кора и все то же самое делаю в другую сторону далее собираем аккуратно ножки снова собака морды вниз чтобы растянуть мышцы спины и расслабить все тянущие наши мышцы и принимаю положение на животе чтобы растянуть грудные мышцы для этого нам нужно вытянуть правую руку перпендикулярно корпусу согнуть левую ногу к животу и левой рукой помочь себе развернуться на попу при этом правая рука у нас лежит перпендикулярно к телу чем больше у вас получится выгнуться то есть тут задача с прямой рукой правой лечь как бы на спину очень хорошо помогает растянуть грудные мышцы после подтягиваний отжиманий и вообще любых упражнений которые их задействуют сразу скажу что это движение сложное делать его нужно максимально аккуратно чтобы не травмироваться не растянуть или не порвать мышцы поэтому делаем все максимально плавно максимально нужно прислушиваться к своему телу чтобы не травмироваться зависаем так как на какое-то время я даже получаю кайф от этого упражнения несмотря на то что где-то больно но кайф в мышцах он гораздо больше и аккуратно раскручиваемся в обратную сторону и делаем то же самое с другой руки вытягиваем левую руку правой помогаем себе развернуться на спину и снова зависаем в таком положении опять же делаем все очень плавно аккуратно чтобы не травмироваться насколько это позволяет ваша гибкость данный конкретный период времени чем чаще это делать упражнение да и любое на растяжку тем лучше будет растяжка дальше перехожу в позу зайчика руки вперед если в этом положении чуть раздвинуть коленки и положить живот между ног то спина растягивается сильнее сделать упражнение легче и вытяжка происходит чуть чуть комфортнее я как раз на видео показываю рассказываю своему другу как это сделать лучше не смотрю на его положение он там в кадр не попал но тоже старается зависаем в этой позе на какое-то время можете выбрать время комфортное для себя или делать вместе со мной как как вам комфортно здесь все по ощущениям дальше одну руку заводим под голову и вытягиваем растягивая сустав плечевой также зависаем в этой позе на некоторое время меняем руку и вытягиваем другое плечо зависаем также в этой позе на какое-то время дальше выпрямляемся и берем фитнес ролик кладем его под спину и начинаем прокатывать мышцы спины что здесь важно ролик раскатывает именно мышцы им нельзя проходить по суставам чтобы их не травмировать то есть прокатываемся только мышцами когда я прокатываю спину у меня прям все позвонки становятся на свое место и я слышу такой отчетливый хруст это хорошо чтобы максимально раскатать мышцы нужно стараться расслабить мышцы спины и держать положение за счет мышц пресса и мышц кора спины и мышцы стараться расслабить ролик во время упражнения из-под поясницы самостоятельно укатывается в область шеи поэтому нужно следить чтобы там где шея крепится к спине он не попадал на именно сустав когда он очень далеко укатится можно обратно поменять положение и положить ролик заново под поясницу и дальше прокатываться он так и всегда будет прокатываться вдоль спины к шее поэтому сколько вам будет комфортно столько прокатываете пока не ощутите расслабление это очень приятное движение я кайфую как будто бы кто-то делает массаж дальше чтобы раскатать мышцы шеи просто кладете ролик под шею и поворотными движениями в одну и в другую сторону аккуратненько разворачивайтесь тут будут мышцы шеи тоже у кого-то хрустеть у кого-то нет в зависимости от того насколько там все забито насколько велико отложение солей вот такое движение очень хорошо позволяет убрать вот этот вот горб от сидячей работы когда я только открыла для себя фитнес ролик как раз я его открыла чтобы избавиться от проблем с горбом и за две недели регулярных упражнений я делала один или два раза в день ну минутки по четыре по пять вот такое упражнение головой и горб ушел дальше можно положить подым части тела например под грудной отдел и положив попу на пол стараться достать макушкой до пола очень хорошо выпрямляется позвоночник у меня еще болят мышцы вдоль позвоночника поэтому я кладу фитнес ролик чуть ниже и выгибаю себя вот в этом месте просто лежу стараясь прислонить и попу и плечи к полу мышцы расслабляются и перестают болеть это это очень полезное и очень приятное упражнение зависаем в этом положении на какое-то время и кайфуем просто кайфуем дальше я хочу растянуть мышцы передней поверхности бедра не очень удобно физически но если мышцы забиты то очень хорошо помогает это больно поэтому нужно быть к этому готовыми но этот массаж прям хорошо помогает разбить забившиеся мышцы и про промассировать их тоже здесь важно понимать что нельзя прокатывать по суставу то есть если нужно пройти переднюю поверхность бедра то катаем роликом именно по мышце вам хватит тяжести ноги чтобы прочувствовать мышцу прочувствовать боль дальше меняю ногу и прокатываю уже левую ногу роликом опять не захожу на сустав на коленку или на тазобедренный сустав когда мышца очень сильно забита это это серьезная боль и делается все через боль если мышца не забита то будет не больно в прокатке роликом также как и в любой растяжке не нужна скорость нужно медленно аккуратно все это делать и главное регулярно тогда будет польза и эффект от занятий можно прокатывать можно зависать на каком-то особо чувствительном участке и прокатывать только его все